Мама, папа, я – спортивная семья. Эти слова буквально можно назвать девизом фестиваля спортивных семей городского поселения Щелково «Стартуем вместе», который состоялся в минувшую субботу в универсальном спорткомплексе Подмосковья. По традиции организаторы мероприятия поздравили участников с открытием фестиваля и пожелали спортивных успехов. Спорту уделяется особое внимание. Нормы ГТО возвращаются в нашу жизнь не просто так. Потребность здоровой нации на первом плане в работе органов местного самоуправления, правительства Московской области и в целом государства. Я хочу пожелать вам на спортивных площадках, на этапах соревнований проявить все самые лучшие качества и преодолеть прежде всего свой парьер. Это седьмой по счету фестиваль, и с каждым годом он набирает большую популярность. В этот раз стадион собрал больше участников и зрителей, чем ожидалось. Соревнования стали традиционными, все больше и больше семей подключаются, скажем, в нашу такую спортивную семейную орбиту. Сначала у нас проходила реклама по детским садам, по школам. Вот сейчас это уже передается и по соседям. Командам предстояло пройти несколько этапов. Пожалуй, один из самых зрелищных – гигантские ботинки. Задача самого младшего члена семейной команды – первым преодолеть дистанцию, держа ракетку с мячиком на вытянутой руке, не уронив его. Затем в бой вступает мама, преодолевая дистанцию в больших мешковатых штанах. Папа завершает этап в огромных, неудобных ботинках. Один из самых веселых этапов – лыжи. Все участники встают на лыжи и по команде начинают движение. Сложность в том, что все члены семьи должны делать шаги синхронно. Впрочем, мнения участников разделились. Это полоса препятствий, это самое, наверное, такое было интересное. А почему? Ну, наверное, оно какое-то сложное. Одно из самых сложных было. И само по себе такое азартное, очень азартное. А я выиграла во всех конкурсах. Почаще делать такие мероприятия. Как я понял, это традиция. На самом деле мы первый раз выступаем только в таких мероприятиях. Смотрю, здесь детские сады были представлены. Здорово, классно. Участники, семейные пары с детьми, были настроены на победу. И с настоящим спортивным задором выполняли все задания. Скучать было некогда. Ни один из присутствующих не остался без внимания. Во время соревнований маленьких зрителей развлекает фокусник Никита. Да нет, не фокусник, а настоящий волшебник. По итогам мероприятия победители получили призы, кубки, грамоты и подарки. За первое место – телевизор, за второе – микроволновую печь, за третье – кофеварку. Первые места в своих возрастных категориях достались семьям Белых, Широченковых, Юдичевых, Левичевых. Вторыми стали семьи Ткачевых, Турчиных, Волковых, Борисовых. Бронзу взяли Фомичевы, Шафран, Морковниковы и Копыловы. Ольга Оржанова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».